Привет! В эфире самая любопытная программа, которая к тому же не умеет хранить секреты. И сегодня мы начинаем цикл специальных выпусков, посвященных красивой дате, 85-летию Красноярского края. Жизнь по продовольственным карточкам в лихие 20-е, первые квартиры для краевых чиновников, в 30-е с нормой жилья 5 квадратных метров на одного человека. Решение о строительстве ферросплавного завода, не поверите, в 1959 году. Эти и другие малоизвестные факты, а также удивительные кадры хроники, мы разыскали, чтобы показать, как развивался наш край, какой большой путь пройден и как сильно мы изменились, и насколько остаемся неизменными. О главных исторических событиях, а также тех организациях, которые сохранили для нас архивные документы, расскажем в этом проекте. Участок фильмопроверки. Тихо здесь не бывает. Через руки Тамары Вишняковой история Красноярского края проходит каждый день покадрово. В каждой такой бобине 300 метров кинопленки. Это 10 минут ценнейших кадров хроники. Енисей кино – старейшая кинопрокатная организация страны, созданная в 1935-м. То есть с краем они почти ровесники. За годы работы здесь собрали около 10 тысяч фильмов. Продолжают пополнять фонд и сегодня. Мы получили контейнер с большим собранием документальных фильмов из Норильска. Так случилось, что в Норильском отделении кинопроката эти фильмы сохранились. Вот, кстати, один из этих фильмов. Мне суд и Азваздам о неделе памяти о сталинских репрессиях. Фильмы хранятся при температуре, ну, в среднем где-то 15-17 градусов идеально. Значит, у нас, как правило, эта температура удерживается. Влажность желательно 60-65%. Трудно поверить, но в 21 веке пленка по-прежнему считается одним из самых долговечных способов хранения фильмов. Срок ее жизни, говорят, при правильном хранении – до 500 лет. Конечно, это один из самых дорогих способов съемок сейчас фильмов. И к этому ведущие компании все равно обращаются при многобюджетных фильмах. Потому что пленка – совсем другое качество. Это как носитель, который всю теплоту жизни хранит на себе. Это гораздо лучше, чем цифра. И, естественно, мы гордимся, что история края у нас на этих замечательных пленочках у нас хранится. Кадры, которые мало кто видел. Именно благодаря фондам Енисей кино сегодня мы имеем возможность своими глазами увидеть наше общее прошлое. Невероятные кадры столетней давности первого кинохроникера Красноярска Михаила Чулкова. Ничего необычного. Играющие дети. Романтические прогулки на берегу реки щеголеватых красноярцев. А так, присмотритесь, выглядела новособорная площадь, которая нынче носит имя революции. В центре – собор Рождества Пресвятой Богородицы. Пока стоит. Большевики взорвут его позже. В первой трети XX века территория, которую назовут Красноярским краем, в целом жила жизнью кубернской глубинке со своим укладом и порядками. На период образования Красноярского края он полностью был аграрным. Ну, развивалось лесное хозяйство. Золотая промышленность традиционно уже угасала. Вот на первом месте было развитие сельского хозяйства, промыслов и лесозаготовки. Население всегда было маленьким. А территория у нас, мы являемся вторым регионом Российской Федерации сегодня. По территории. И на территории Красноярского края разместились бы все европейские страны вместе взятые. Или 10 Франций. Так образно сравниваем. При этом, как и вся страна, регион уже пережил волну потрясений от войн, революций и административных преобразований. Енисейская губерния, просуществовавшая на этой территории с 1822 по 1925 год, подверглась неоднократному реформированию. Сначала был создан огромный сибирский край от Урала до Дальнего Востока. Громоздкий и трудноуправляемый. Когда поняли, что просчитались с таким администрированием, попытались исправить, но тоже не очень удачно. В 1930 году сибирский край разделили на западно-сибирский и восточно-сибирский. И вот эта территория будущего Красноярского края, она оказалась поделена. Частично к одному краю, частично к другому. Красноярск стал вообще заштатным городом, потому что западно-сибирский край центром стал Ново-Николаевск или Новосибирск, да, восточно-сибирск и Иркутск. И вот эти 10 лет, они с 1925, будем говорить по 1935, они, честно скажу, больно ударили по истории, по документальной истории Красноярского края. Впрочем, несмотря на относительную глушь и провинциальность, политическая жизнь здесь всегда кипела и бурлила, изобилуя разнообразными партиями. Вот как, например, зазывали на выборы Гурсовета в горячие 20-е. Несмотря на то, что Красноярск у нас был такой провинциальный город, прямо скажем, однако он входил в число 112 городов из 280, в котором выпускались свои собственные газеты. Во всей России выпускалось около 3000 наименований газет, из них 30 в Венесейской губернии, большая часть из них в Красноярске, то есть очень большое количество газет. Это было, конечно, в первую очередь связано с тем, что велась политическая агитация, то есть в это революционное время каждая партия выпускала свои какие-то газеты агитационные. Естественно, после 1921 года количество газет значительно сократилось, потому что революция пришла, правильная партия, все остальные уже отошли в прошлое. Воля Сибири, Свободная Сибирь и десятки других изданий, бережно сохраненных в фондах Красноярской краевой библиотеки, отражали постреволюционную действительность, всяк на свой манер. Одни писали о бесчинствах большевиков, другие – о происках буржуйского империализма, но, пожалуй, лучше всего дух времени и простая жизнь красноярцев угадывается в разного рода объявлениях. Настоящим дровяная комиссия при Красноярской городской управе доводит до сведения населения, что ввиду увеличения себестоимости цена на дрова с сентября повышается на сосновые до 23 рублей засажень, на березовые до 26 рублей. Тут тебе и тарифы на ЖКХ, и крик души о большой личной утрате. Потерялась свинья, без особых примет, сытая, пудов на 5-2 лет, за вознаграждение 150 рублей, прошу сообщить. Естественно, процветали и мошеннические схемы, как это неудивительно, хотя казалось бы. Ну, например, есть просто классическая такая схема, где в объявлении пишут «Чахотка излечима». Чтобы узнать, как, пришлите 15 рублей, а мы вам в ответ пришлем рецепт волшебный. Тоже явное шарлатанское объявление «Приезжий гипнотизер, который исцеляет вообще все болезни». Объявление очень богато оформлено, с красивой рамочкой, как раз, чтобы вызвать меньше подозрений. Фамилия Ника Шпировский. По этим газетам легко составить портрет и круг интересов среднестатистического жителя края первой четверти 20 века. Он в целом активен, увлекается спортом, любит культурный досуг. В театре и кинематографе узнали на этих кадрах Дом кино. Смотрят в основном драмы про любовь и комедии, охотно жертвуют на нужды фронта, хотя и самому в тылу живется не сладко. Вот, допустим, одно из объявлений как раз об эпидемии холеры, государство заботилось о наших жителях, вот пишут, как себя уберечь от того, чтобы не заразиться. Вот, допустим, как раз продовольственные карточки, что было положено одному человеку на месяц. Два килограмма мяса примерно, столько же масла, муки примерно 13,5 килограмм, а сахара ввиду отсутствия запасов для детей 200 грамм, для взрослых 180. С таким наследием Енисейской губернии и багажом первых советских лет подошел наш регион к 1934 году, когда и было принято историческое решение разукрукнить два края – западно-сибирский и восточно-сибирский, поделив территорию на более мелкие и удобные для управления части, а уезды заменив районами. И все ради ликвидации отсталости страны и построения коммунистического общества. Край рассматривался как очень мощная база для индустриализации страны, для люкрификации страны. В 1934 году, 7 декабря, выходит постановление президиума Российского центрального исполнительного комитета о разукрупнении этих краев и выделении областей Красноярского края в том числе. И здесь уже, видимо, учли опыт предшествующих поколений и образовывался Красноярский край на территории левобережья и правобережья Енисея, как и селились люди. И такие же примерно границы, как и когда-то была образована Енисейская губерния. И таким образом, 7 декабря 1934 года является датой образования Красноярского края. Именно с 30-х годов край стал превращаться из аграрного в индустриальный. С чего начиналась наша тяжелая промышленность? На стройке какого Красноярского завода трудился сын Опального Троцкого? И как молодой Красноярский край пережил непростые 30-е и 40-е годы? Об этом в следующем специальном выпуске программы. Смотрите через неделю. Редактор субтитров А.Семкин